Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Юрий Местрюков, художник. Здравствуйте! В этом году вы уже успели поучаствовать в нескольких конкурсах. Расскажите о них, в каких городах они проходили и что за тематика у них была. Мы делали с напарниками скульптуры «Снега и льда». Уже в этом году начали с Ижевска. Это Удмуртия солнечная. Потом была Пермь, Кубок России. Потом были снежные скульптуры в горах Франции. И потом Латвия, фестиваль в Латвии. Насыщенно. За два месяца покатались, поработали. С удовольствием. Очень довольны. Теперь готовы отдохнуть. Почти. Еще съездить в Карелию на пару дней. И все. И сезон закрыт. А когда сезон тогда, получается, начинается и когда заканчивается? В разных местах по-разному. Как нарастает лед, из которого можно работать. То есть у нас это в Центральной России, наверное, середина декабря чаще. А где-нибудь в Салихарде или Якутии это середина ноября или конец. Там у них раньше зимы наступают. А есть какая-то разница между российскими конкурсами и зарубежными конкурсами? Может, в организации или в самом важном, во льду? По организации у нас не уступают ни капли наши отцы, которые помогают художникам творить. По финансовой части немножко в Европе посытней. Но в целом у нас тоже проводятся международные конкурсы. То есть это много флагов. С экватора, с Америки летят люди, чтобы поработать в России. Так что, в принципе, это хороший мировой уровень. Мы здесь лицом в грязь не падаем. А разница именно во льду какая-нибудь есть между нашим русским льдом? Русский лед, он добывается специально обученными людьми с озер прудов. Это нормально, это хороший лед. Но там попадаются иногда какие-то небольшие вкрапления, пузырьки воздуха. Могут рыбки попасться замороженные. В Европе лед зим у них нет, как у нас. Поэтому его искусственно намораживают в специальных холодильниках. Он абсолютно прозрачный, чистый, идеальный. Ну и стоит он там в 10 раз дороже нашего. Поэтому там его обычно очень четкое количество. Все команды строго. Там 16 блоков. Это выхватает. Но когда приезжаешь на русский фестиваль, там есть вот 20 на всех. И еще гора, которую, если что, можно использовать. Это плюс, несомненно. Один из последних таких важных, наверное, конкурсов, это конкурс в Перми, зимний вернисаж, в котором вы завоевали первое место. Вот расскажите немного об этом. В Перми два раза в год проходит Кубок России при поддержке всех возможных администраций и министерств. Мы любим к ним ездить. Мы давно с этими ребятами дружим, мы работаем. И вот несколько раз уже участвовали в этом мероприятии. Два года назад занимали первое место. И в этом году нам тоже улыбнулась удача. Была тема Япония. Сделали работу. Она называлась «Один взмах меча». Там смурай разрубает часть бамбукового леса. В кавычках бамбукового, а на самом деле ледяного. И смурай тоже ледяной. Эта работа понравилась жюри. И мы приехали домой с Кубком. Как приходят идеи для тех или иных работ на конкурс? Чаще всего высылается какая-то тема. Мы работаем в рамках. Вот как, например, в случае с Пермию. Тема Япония, японские мотивы. Как приходит идея? Она мучительно рождается обычно. В рамках заданной темы начинаем изучать материал. Какие особенности, какие есть знаковые вещи, которые знают все люди. Какие-то есть, может быть, интересные визуальные пластические традиции. Например, у японцев это сразу круг. Красный круг на белом фоне. Самурай, катана, рис. И вот из этого списка потом выбирается то, что можно интересно подать из конкретного материала. То есть, одна и та же тема. Из-за льда, или из песка, или из дерева она будет по-разному обыграна. Потому что у каждого материала разные особенности. И это надо учитывать. И вот так рисуем, ищем, обсуждаем. И что-то рождается в итоге. Есть ли у вас вне конкурсной работы? Да. Да. Промежутки пока еще остаются между фестивалями. Рисуем, делаем скульптуры для себя, для друзей. Для души. А где-то в Рязани их можно увидеть? Под спасклепками есть музей-усадьба имени Владимира Грошева. Там парк скульптур. Там есть несколько работ моих. Там стоит работа «Маленький принц», который улетает к себе на планету. И стоит работа... Рабочее название у нее «Дуванчик» было, так она называется. С такой табличкой стоит. Но я думаю, что это скорее нейрон. Это детская голова ребенка, а из нее как бы выходят лучи. И все вместе они образуют шар. Лучи из дубовых веток. Такая получилась необычная работа. Но мне нравится. Если для конкурсов высылается тематика, то какие-то вне конкурсной работы для себя. Как создаются они? Как приходят эскизы, скажем так, свободной идеи? Как они приходят? Я не знаю. Но что-то вдохновляет люди, девушки, небо. Приходят какие-то... Не знаю, как они приходят. Но они приходят. То, что интересно, то, что интересно делать, то, что интересно рисовать. Ну, это такое... Это колдовство. Такой, наверное, общий вопрос. Почему вы выбрали такое направление? То есть, скульптуры изо льда, из снега? Ну, это в целом изобразительное искусство, творчество. Рисовалось детство. То есть, в общем-то... Ну, все дети рисуют. Просто некоторые потом перестают рисовать. Некоторые нет. Вот мы сейчас только не карандашиками цветными, а бензопилами рисуем. Так что это была... Ну, какая-то натоптанная сразу дорожка. Не откуда-то... Я знаю много людей, которые занимались совершенно разными вещами. И потом повара, строители... Потом бросали все и уходили. В скульптуру, в резьбу, по льду, по дереву. А у нас все более накатано. Сколько лет вы, получается, этим занимаетесь? Ну, точно больше десяти. Там плюс-минус... Не знаю. Больше десяти. Какими были, может быть, помнить, какими были первые скульптуры? Первая скульптура, это была... Из снега. Из снега, это была Баба-Яга. Много лет назад мы еще учились в институте, проводился конкурс снежной скульптуры. У нас в городе, около цирка. И мы, как студенты, как представители института культуры, с друзьями поучаствовали, сделали Бабу-Ягу. Какое-то даже место заняли. Вот это был первый опыт, такой большой. Сколько? На метр два было. Большие скульптуры. Вы работаете только со скульптурами или есть какие-то другие направления? Ну, мы еще рисуем. На бумаге, на стенах. А если с идеями для скульптур более-менее понятно, то как приходят идеи для картин? Тоже какие-то готовые эскизы? Тоже говорят тематику? Или тоже полет фантазии? Полет фантазии, да. Просто какие-то поиски на бумаге. Но еще можно рисовать людей. Мы ездим на этюды, рисуем лес, реки, озера, пейзажи. Там они сами подсказывают, что рисовать. Как-то так. Что нравится, наверное, больше или что лучше о скульптуре? Создавать скульптуру или рисовать картину? Ну, лучше так нельзя. Ставить вопрос. Рисовать быстрей. Быстрей, спокойней, в тепле обычно. Не шумит бензопила. Не выплескивает из себя дым. И опилки в глаза не летят. Это более ровный процесс, чем скульптура. А скульптура – это всегда такой балаган. Потому что ее нужно поднимать, переворачивать. Для этого нужны люди. Все в каком-то дополнительные инструменты, леса. Это такой цирк вокруг нее получается устраивать. А рисунок – это один, спокойно закрылся. Телефон выключил и выплеснул, что накипело. А ледяная скульптура все-таки подразумевает под собой работу с бензопилами, работу с разными тесаками и так далее? С тамесками, да. А какие-то производственные травмы бывают, случаются или тфу-тфу-тфу-бок-мел-ол? Он острый инструмент для дерева, для льда. Это заточные, как бритва, стамески. Их много. Говоря уже о бензопиле, то есть на площадке всегда есть йод-пластырь. Ну и до скорой доходит редко. Но как у столяров, у фрезеровщиков, у многих скульпторов не хватает пальцев. У меня пока все. Но острый, опасный инструмент, так что до этого вопрос актуален. Надо быть внимательней на поворотах. Режемся постоянно. Вы упомянули, что один из дальнейших планов это у вас Карелия. Что там будет, когда? Вот через пару дней буквально поедем в Карелию. Там маленький фестиваль ледяной скульптуры. Там мы еще не были. Впервые я еду не по своему эскизу. Меня пригласили уральские художники в команду. И там интересная площадка, потому что фестиваль проходит в пещере. Пещера. Наши друзья уже отчасти там. Поэтому увидел фотографии. Часть пещеры заполнена водой. Соответственно, слой воды некоторый замерз. И вот прям там где-то будут стоять скульптуры. Это такой необычный формат. Я знаю, что такие проводятся мероприятия именно в пещерах. Но сам еще ни разу не был. Поэтому с большим удовольствием поедем, посмотрим, повырезаем. Новая площадка. Какие-то планы на после Карелии есть? После Карелии надо отдышаться. Немножко. Потому что было насыщено. И снова в бой. Сейчас у нас уже вот-вот весна. Снег, лед растает. Будем обрабатывать дерево, песок. Юрий, спасибо, что стали сегодня нашим гостем. Ответили на интересующие нас вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня. И до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова